Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал «Экзогет» поступил вопрос, почему дети бывают жестоки и неблагодарны. Причины здесь могут быть две основных. Прежде всего, конечно, когда этот вопрос задают родители, то всегда надо решать проблему какую-то, посмотрев, как я поучаствовал в этой проблеме или как я продолжаю участвовать. И зачастую жестокие и неблагодарные — это разные вещи. Например, ребенок может вырасти очень благодарным, но очень жестоким. То есть мы помним, что Гитлер очень о своей маме заботился и там даже по легенде распорядился, чтобы трамвай, который у него под окнами ходил, разобрать эти рельсы, чтобы не мешать звуками своей маме. Так это или нет, но в любом случае показывает, что нет. Может быть, очень благодарный ребенок, а жестокость все равно в нем будет. Или может быть, наоборот, ребенок в принципе и такой мягкий, и не очень кому-то враждебный, а благодарности нет. Ну, просто вот такой ленивый и вроде дурного не делает, а помощи от него не дождешься, в том числе, когда действительно она и нужна, и нужна, и родители ждут какого-то отклика. Но бывает, это все и совмещается. В любом случае мы можем это обозначить, как некоторое, вот почему ребенок, он вроде дал не тот отклик, в нем выросло не то, что посеяло. Посмотрим. Для начала, прежде всего, а посеяло не то. Вспомним «Причасители», где вот даже притчу вторую после «Причасителей», притчу, где о семени, можно сказать, что на поле господин, поле, он берет, сеет доброе, а враг человека является и потом сеет что-то дурное. Это дурное тоже вырастает. Так и точно так же, возможно, вот мы вроде мы только сеем в душу ребенка, и так можно сказать, ой, на него там среда повлияла. Нет. Через нас мы одной рукой посеяли что-то божественное, а другой, наоборот, через свои страсти, недостатки, мы посеяли в душе ребенка, который потом уже, может, и маленький ребенок, или потом уже вырос взрослый ребенок, вырастает что-то худшее, что сорняки уже душат вот это доброе сеяние. Поэтому нам очень важно и следить, что мы в душу ребенка бросаем, и в случае чего делать прополку. Следить важно, мы, правда, смотрим, как-то мы ребенка формально правильно учим, но допускаем неподобное поведение. С самим ребенком, там, родители между собой, или родители по отношению к окружающим людям. Нет, то есть не внутри семьи, и со своими детьми, а вот с внешними нет. Ребенок все равно это все будет впитывать как губка. И потом это аукнется, аукнется и кажется, да не, я же, наоборот, тебя против всех защищал, да не, увидел, что прежде всего папа или мама, они грубые, и можно вот так, в принципе, как вариант такое общения быть. Кроме того, еще вот именно, почему я говорю про некоторую прополку. Тут надо следить, если в душе ребенка что-то дурное зародилось, то это надо вырывать. Но если ты берешь и полишь, и вместе с сорняками вырываешь доброе, то толку нет. Поэтому это не значит, что надо там суетиться, наказывать, как-то там бушевать, потому что ты действительно больше вреда нанесешь. А действительно очень аккуратно выбрать. То есть ребенок там через дурную компанию, через какое-то дурное влияние чему-то дурному приобщился, он не стал нам врагом. Мы все равно с ним общаемся, он неправ, он поступил как-то нехорошо, возможно, даже подло. Но мы показываем, мы тебя любим, мы о тебе заботимся. И только после этого разбираем ту проблему, которую вот ребенок в своей жизни проявил. Кроме того, важный аспект этой прополки, тоже по евангельским нормативам, это признать свою неправоту, сказать, да, я вел неправильно, да, я тебе обратился неправильно, да, я тебе вот теоретически дал такой совет, а я сам не повторяю. Но я хочу, чтобы ты был лучше, чем я. Я и правда страдаю из-за того, что у меня не получается. Надеюсь, вот у тебя получится получше, что тебе легче будет по пути спасения идти. Но еще обратимся ко второй причине, о которой я сказал. Посмотрим. К книгу «Притч» и 13 главу, самый первый стих. «Мудрый сын слушает наставления отца, а бойный не слушает обличения». Очень часто, но это прежде всего касается детей не маленьких, а все-таки детей и подросткового возраста, где они уже куда больше свободы имеют. Свобода не имеется в виду, что ему что разрешено, а то, что сам человек в силу возраста уже выбирает, что ему делать, то или иное. И уж тем более касается детей и взрослых, потому что вот, ну, тоже порой старики приходят, наиспотекаются, ой, я там не воспитал ребенка, верь. Нет, уже мудрый сын, то есть не ребенок, который еще что-то вкладываешь, а действительно человек уже умудренный каким-то жизненным опытом, он имеет возможность, даже не получив какого-то воспитания духовного, потом откликнуться на слова матери, отца, и там в храм прийти как-то по-христиански поступить, а может и не откликнуться, и стать вот этим самым буйным. И родитель, который так любит ребенка, он начинает вместо того, чтобы бороться с реальными грехами, бороться с воображаемым. Ему кажется, вот из-за меня мой любимый ребенок сейчас в храм не идет. Нет, ребенок вырос, он абсолютно свободен, и он не хочет идти ко Христу, он не хочет поступать по справедливости, он не хочет там наоборот справедливо вести себя со своей семьей, со своими уже собственными детьми, там внуками уже человека, который об этом беспокоится. И это его свободный выбор в пользу греха. Увы, и хотя мы всячески своего ребенка любим, мы вынуждены признать, что не мы его к этому греху потолкнули, а он сам. Это даст нам возможность уже не думать по гордости, ой, все от меня зависит. Что от меня, старика, там зависит, что мой взрослый совершеннолетний уже со собственными детьми сын как-то поступил не так. А все-таки оставив свою гордость, за него уже просто помолиться и надеяться, что, дай бог, не с первой, так с пятнадцатой попытки он к здравому совету все же прислушается. Продолжение следует...